Ну какие тут задачи? Начинаем с зоны впервые на деле шиповки. Вот и посмотрим там помаленьку, как тренировались. Можем что-то сравнить с аналогичной ситуацией прошлого, позапрошлого года. Вот можем примерно как-то скоррелировать. А вот мы бегали в кроссовках, скажем, на этих расстановках. Выходим на стандартные расстановки, что получается. Как у спринятых разгонов. То есть, ну, действительно реально посмотреть вот на деле шиповки впервые в этом году. Три месяца, три сбора. Все на Черноморском побережье. Не многовато ли? Ну это нужно, по крайней мере. Сейчас, то есть, посмотрим, на что наработали, то и покажем. Если кто-то думает, будто подданные королевы спорта в Сочи купались и загорали, то он глубоко ошибается. И дело не в погоде вовсе. Просто отдыхать легкоатлетам некогда в принципе. Стоит чуть замешкаться, расслабиться и все, ты уже финишируешь последним. Невольно возникает вопрос. Такая загруженная осень – это не перебор? Опять же, ответы получим все в сезоне, но мы как бы по-другому никогда и не готовились, по сути. Ну что, с сентября, может быть, ты имеешь в виду? Ну, с другой стороны, сентябрьский сбор, он был соу-соу. То есть, половина отдыхаем, половина тренируемся. То есть, в принципе, они бы здесь тем занимались. А так, где-то смена обстановки, выезд на море, смена климата. И мне кажется, что ничего плохого в этом нет. Ну, опять же, сезон сейчас вот придет, начнем соревноваться. И по маленькому где-то к февралю, к январю, к середине определимся, все ли было нормально. Никаких торжественных построений и ораторских экзерсисов сразу к делу. Задача открытого чемпионата Барнаула по легкой атлетике проста – проверить, насколько подданы ее величество королевы спорта к очередному зимнему сезону готовы. То, что по стартам за три осенних месяца они успели соскучиться, очевидно. Конечно, это уже желание такое, что надо соревноваться. Уже многие начали в других регионах, уже отработали три сбора хороших. И сейчас первый раз наденем шиповки, наконец-то. И посмотрим, что у нас получится. Компанию подопечным Сергея Клевцова, барьеристком Виктории Погребняк и Юлией Соколовой нынче составит бегунья из Новосибирска Екатерина Тропина. Это тот самый редкий случай, когда из других регионов к нам приходят не за деньгами, за тренером. Правоту тезиса «Бытие» определяет сознание, прочувствовать она уже успела. Абсолютно другие упражнения, все подработка под барьер, сам тренировочный процесс, силовые, все новое. Внимание! За три месяца прошиповки подопечные Сергея Клевцова успевают забыть напрочь. Нет, достать, подержать в руках, полюбоваться на них никто не запрещает. Чемпионат города Барнаула – первые старты после длинного межсезонья, когда бегуны могут, наконец, их примерить. Это очень странный момент, странное ощущение, что я ни разу так не подходила к старту, так первый раз была. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. За какие-то годы сложилась какая-то система подготовки, и я стараюсь ее придерживаться, поскольку она приносит некоторые результаты, так скажем. И, например, чрезмерно ранний вход в форму, мне кажется, не совсем логичным. Ну, Катя там раньше делала так, мы делаем по-другому. Я сейчас уже много лет последних по-другому не понимаю, как. Поэтому, а ведь, как бы, все неведомое, кажется, нам великолепно, да, что там латыняне говорили. А здесь вот самая короткая дорога, та, которую знаешь, опять же, да. Ну, вот я повторяю, я как сформировался в мысли, что вот так логично. Ну, я, в общем-то, пытаюсь этим постулатом исследовать. Променять Новосибирск на Барнаул ради быстрых секунд, управлять которыми уж в России-то точно лучше Сергея Клевцова никто до сих пор не умеет, решение непростое. Теперь конкуренция внутри группы практически как на чемпионате страны. У меня у старого тренера вообще не было соперника в группе, но я тренировалась одна. Тут чувствуется конкуренция, и поэтому результат должен быть выше. Ну, это же очень хорошо, когда человек тренируется в сильной компании, он будет, то есть у нас, будем зарубаться. В каких-то компонентах они сильнее, каких-то я. И то есть это, наоборот, нам помогает, чтобы мы стали лучше, там, быстрее. Все равно уже лучше, когда соревнуются там три и более человек, чем когда ты с одним и тем же, и ты уже знаешь, как он бежит, а тут хоть какое-то уже разнообразие появляется. Зимняя программа, как бледная тень летней, не всем подходит, однако право выбора спортсмены под элитного легкоатлетического дивизиона лишены. Когда твой тренер исповедует принцип «мы солдаты» и воюем, где прикажут, ученикам ничего другого не остается. Какая из дистанции тебе больше нравится, 100 или 60, значения уже не имеет. Ближе, скорее всего, летняя, то есть когда 100 с барьерами. Это короткая, это нужно очень взрываться, то есть бежать, то есть не успел ты разбежаться, уже финиш, а там у тебя есть возможность еще накатить где-то, то есть это проще для меня, чем зимняя. Катя Тропина тоже зимней программе предпочитает летнюю. Конечно, что такое 60 метров, когда есть сотня, как говорится, бежать, так бежать. Потому что я больше разбегаюсь в конец дистанции, вот, между барьерами, ну, набираю скорость дальше. Побеждать не числом, а умением. Еще один принцип, который исповедует наставник барнаульских барьеристов. Смысловое ударение здесь нужно ставить на слово «побеждать». Планы грандиозные. Ну, конечно, хочется всего и побольше лучших результатов, хороших бегов. Сейчас посмотрим, что выйдет, не будем загадывать. Честно говоря, 15-й год, вот это одно, 16-й год совсем другое. Очень сильно рассчитываю на то, что 16-й год останется в 16-м, а в 17-м будет что-то другое. Хотя вчера вышла вторая часть этого парня по имени Макларен. По сути, ничего нового он там реально не сказал, но опять дерьма выплеснул прилично. И мы все отдаем отчет в том, что если реальных доказательств у него нет, то вот доказательств такого клана там хоть отбавляй. И, честно, не знаю, как будет дальше ситуация развиваться. Поэтому очень бы хотелось, чтобы ворота как-то открылись летом на международные старты. Ну, собственно, человек, жена одежды живет.